Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о первом соборном послании святого апостола Петра, и сегодня мы с вами читаем третью главу. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, погобоязненное житие. В предыдущих главах апостол говорит о необходимости проявлять смирение, кротость, неконфликтность, немятежность и в социальной жизни добросовестно исполнять свои обязанности как подданных, как слуг, как граждан. И теперь он говорит об отношениях в семье. Жены должны повиноваться своим мужьям, в том числе, если мужья не верующие, те, которые не покоряются слову. То есть ситуация, когда жена обратилась ко Христу, а муж нет еще. Так бывает достаточно часто, бывает и наоборот, и апостол здесь затрагивает ситуацию, когда один из супругов уверовал, другой нет. И верующая жена должна покоряться, повиноваться своему неверующему мужу, оказывать ему всякое почтение для того, чтобы быть доброй свидетельницей о христианской вере. Потому что муж должен увидеть, что вера сделала ее лучшей женой, чем до этого. Можно вспомнить пример святой Моники, матери блаженного Августина. Она была замужем за язычником и всю свою жизнь, проживая с язычником, он крестился только на смертном одре. И так бывает, что, конечно же, она молилась горячо о спасении мужа и сына, и муж обратился, но вот под самый конец, уже непосредственно перед смертью. И обращение близких людей – это то, что требует огромного-огромного-огромного терпения, это то, что занимает десятилетия и происходит небыстро. Но апостол говорит, что эти неверующие мужья, они будут приобретены, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. И это будет не скоро. То есть это может потребовать очень длительного времени и огромного терпения. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Апостол здесь, конечно, не воспрещает одеваться красиво, он не воспрещает как таковое украшение, но он говорит, что это неважно. Это не то, что должно интересовать благочестивую христианку, не то, что должно быть в центре. Речь здесь идет о том, что главное – это сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Дух должен быть кротким и молчаливым в том плане, что это некая противоположность. Вот как кротость есть добродетель, противоположная ярости и гневу, молчаливость, соответственно, болтливости. И эта кротость и молчаливость – это отсутствие сварливости, отсутствие скандальности, оно и будет привлекать сердца людей. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Так Сара повиновалась Абрааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь никакого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам богодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Апостол возлагает также определенные обязательства на мужей. Мужья должны поступать благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, то есть понимая женскую слабость. И, конечно, люди, которые живут вместе, они должны понимать, что другой человек – он грешный, он немощный. Это относится и к мужьям, и к женам. И нужно поступать тут благоразумно, помня о немощах друг друга. И, что очень важно, говорит апостол, оказывая им честь. Муж обязан оказывать жене честь. Как сонаследница богодатной жизни, дабы не было препятствия в молитвах. То есть, если муж не оказывает жене чести, это создает ему препятствия в молитвах. Муж, который обращается с женой грубо, пренебрежительно, без уважения, он тем самым отвращает от себя лицо Божие, он создает себе препятствия в молитвах. Поэтому надо тщательно избегать того, что как-то уничижать или оскорблять свою жену, поскольку это большой грех перед Богом. И ни в коем случае нельзя уничижительно отзываться о своей жене при других людях. Напротив, с ней следует обращаться, оказывая ей честь. И это важно перед Богом, поскольку иначе будет препятствие в молитвах. То есть, это настолько серьезный грех, что делает молитву уже тщетной. Это создает препятствие в молитве. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, богословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать богословение. Это наставление не отвечать ругательством на ругательство. Оно много раз повторяется в Новом Завете. И оно, конечно, является очень трудным в том плане, что оно является очень контркультурным. Вот люди уверены, что они должны отвечать ругательством на ругательство. Что нельзя спускать хамом, что нужно поставить на место, нужно настоять на своем. А Священное Писание говорит, да не нужно это. Нет, не отвечайте. Вы совершенно не обязаны отвечать ругательством за ругательство. Вы не обязаны поддерживать конфликт. Если кто-то демонстрирует по отношению к вам враждебность, пренебрежение, вы не обязаны вступать с ним в препирательство, в перепалку и тоже вести себя агрессивно. Вы совершенно свободны от этой обязанности. В архаичных обществах, где не существует государственности, существовала кровная месть. В самых разных народах, там, где государства не было, там считалось, что человек обязан отомстить за обиду, нанесенную его роду. Если члены другого рода убили кого-то из его сродников, он должен пойти убить кого-то из их сродников. И это вменялось ему в обязанность. И вот когда христианство приходило в эту ситуацию, люди понимали, что они не обязаны. Они не обязаны мстить, они не обязаны проливать кровь, они не обязаны длить эту кровавую вражду. Напротив, они обязаны простить, и они свободны от этих ложных обязательств, которые на них возлагали их суровые нравы, их окружения. Мы чувствуем себя обязанными отругиваться, мы чувствуем себя обязанными давать отпор, и апостол говорит, ничего подобного вы не обязаны. Не отвечайте ругательством за ругательством, ничего не случится. Напротив, богословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать богословение. Мы знаем, что перепалки, конфликты, препирательство в семье, на работе, они ничем нам не помогают, они приводят только к разрушению, приводят только к беде. Напротив, человек кроткий, который не отвечает ругательством за ругательство, он приобретает, наоборот, уважение и авторитет. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свой от лукавых речей». Апостол подчеркивает необходимость удерживаться от зла, от злых, от лукавых речей. К сожалению, нам это особенно может быть трудно, потому что у нас есть богатые технические возможности, которых не было во времена апостола, для того, чтобы отравлять пространство лукавыми речами. Мы постоянно можем войти в социальные сети, и там много насмешек, много ругательств, много грубых препирательств, много каких-то язвительных насмешек, и мы призваны от всего этого отказаться. Мы призваны показывать, что христиане ведут себя по-другому. Христиане не ругаются, христиане не раздражаются, христиане не отвечают ругательством на ругательство. И апостол далее говорит, «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лица Господни против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Ищи мира и стремись к нему», — говорит апостол. В то время как мир сей ищет победы, хотя бы символической, хотя бы чисто словесной, я оставил последнее слово в препирательстве. Вот это очень бывает одновременно и смешно, и грустно видеть, как люди ругаются там где-то в интернете, им важно оставить за собой последний коммент. И христианин, он призван стремиться не к победе, он призван стремиться к миру. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Конечно, апостол дальше об этом и говорит, можно быть добрым и подвергнуться несправедливым нападкам и потерпеть зло. Но гораздо меньше будет для этого возможностей, гораздо легче вам будет жить на свете, если вы будете ревнителями доброго. Если вы будете удаляться от препирательств, удаляться от конфликтов, удаляться от взаимной озлобленности, искать мира со всеми людьми, в том числе с теми, которые вам не нравятся, на первый взгляд, которые конфликт, вы тем самым удалитесь от зла. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. В этом случае, если вы страдаете именно за правду, вы будете блаженны. Потому что человек иногда может страдать из-за того, что у него сквочный, вздорный характер. Он пришел на это место работы и со всеми переругался. Он пришел на другое место работы и со всеми переругался. И получается, что его отовсюду гонят, и он страдает, но не за правду. Он страдает за свой сквочный характер. Бывает так, что человек страдает за правду, в этом случае он блажен. Страх их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему повании дать ответ скротостью и благоговением. Речь здесь идет об обязанности христианина быть готовым рассказать о своей вере. Быть готовым помочь другому человеку прийти к вере. Дать ответ скротости и благоговением. И это значит, что мы должны обладать определенным знанием. Не просто вот сердцем веровать, но знать во что мы верим. Почему мы верим? Каковы догматы нашей веры? Почему мы исповедуем эти догматы? Это не значит, что каждый из нас должен быть профессором и преподавателем богословия, но это значит, что мы должны, по крайней мере, хорошо знать катехизис. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Христианин призван иметь добрую совесть. То есть мы должны удаляться от всего, что может нас компроментировать, всего, что бросает на нас тень, для того, чтобы люди, которые нас злословят, если нас будут клеветать, они были постыжны, они убедились, что это неправда. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал. Некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению, водниное во времена строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, власти и силы. Апостол говорит, что если мы обречены пострадать, лучше пострадать за добрые дела, потому что в этом отношении мы подражаем Христу, который пострадал за грехи наши, чтобы привести нас к Богу. И христиане, когда они кротко и безвинно претерпевают несправедливость, они подражают Христу и приводят людей тоже к Богу. Христос был умершлен по плоти, но ожив духом, которым он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал. Это очень загадочное место. Есть разные толкования, что Христос проповедал духом, которые были непокорно ожидавшим их Божьим и долготерпением, в однедное во времена строения ковчега, в котором немногие спаслись от воды. По смыслу похоже, что речь идет о тех людях, которые погибли во времена потопа, которые были непокорны Богу и из-за этого погибли во времена потопа, и к ним в ад сошел Христос и проповедовал, очевидно, благую весть о спасении. Значит ли это, что после смерти человек, который при жизни был непокорен Богу, может обрести спасение? Что в Ааде раздается проповедь Евангелия, в Ааде можно покаяться, можно спастись. Делать такой вывод было бы поспешно, поскольку есть много мест священного писания, есть притчи самого Господа, где говорится о том, что многие поищут войти и невозмогут, и рассчитывать на то, что вот сейчас я могу отвагать покаяние и не беспокоиться ни о чем, а потом, когда я непосредственно уже удостоверюсь в реальности рая и ада, вот потом я уже приму какие-нибудь меры. Принимать меры может быть поздно, об этом много раз нас предупреждает священное писание. Но в то же время говорится о том, что да, проповедь Христова, она звучит и в аду тоже, и мы можем молиться об упокоении умерших людей, поскольку Христос бы не сходил в Аад, если бы это было совершенно бессмысленно, если бы там некого было спасать. Поэтому это дает нам определенную надежду, определенное ободрение в том, чтобы молиться о наших усопших ближних. Так и ныне подобное сему образу крещение, не плоские нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Христос, зайдя на небо, пребывает одесную Бога, которому покорились ангелы и власти и силы. То есть Христос занимает высшее положение во Вселенной, Ему покорились ангелы и власти и силы, а мы спасаемся через то, что мы через крещение принадлежим Иисусу Христу. Мы с вами прочитали третью главу Первого Соборного Послания Святого Апостола Петра, и мы это делаем в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Продолжение следует...